всем привет как вы думаете у меня 8 марта уже началось какие красивые цветочки какие бесподобные нарциссы смотрите раскрыты ко мне приходила соседка со старой квартиры держала и вот принесла такие красивые цветочки бесподобные очень душевно посидели пообщались а я прям вообще так радостно на душе что есть такие замечательные люди сейчас свет включу погромче да также наверное видно да в общем у меня сегодня замечательно прошел день сейчас время уже 4 час у нас сегодня на улице вот такая пасмурная погода вот и я никуда сегодня не пошла планировала съездить гумушки за за подстрелиться съездить но она позвонила сказала что у нее там что-то не получается поэтому я отменила и что отменила но у меня все равно открыто окно потому что хоть на улице и пасмурно но там плюсовая температура но ветер конечно там ветер ветер ты могуч и так дорогие друзья время уже без 25 и я вот только как бы освободилась от приятных обязанных не обязанности как же это назвать в общем от приятной встречи у меня сейчас появилось время я как будто сегодня чувствовала с утра проснулась и все убрала то что можно было убрать до полной уборки конечно у меня далеко но я убрала постель помыла везде полы вытерла пыль в коридоре даже в общем коридоре полы помыла на кухне как бы у меня нет такого бардака что прям вот в любое время может человек прийти этот который понимает что у меня режим переезда да или можно по-другому это назвать ну в общем я нахожусь даже не знаю как по другому сказать но факт то что у меня еще разборки разборки и разборки и они еще будут долго длиться и как я уже говорила что я себя не насилую разбираю по чуть-чуть но разбираю развязала все мешки то есть сейчас на балконе у меня нет ни одного развязанного мешка я знаю что в каком мешке у меня хранится и вот я те мешки которые вот надо прямо сейчас разобрать я их поближе сюда передвинула те которые похоже подальше с пряжу с пряжей тоже там немножко пересортировала вот и конечно же у меня еще процесс этот немножко долго почему потому что вот допустим мешки с вещами там зимними или с летними вещами я допустим их развязываю и что-то отправляю стирку пока это сохнет потом я это что-то глажу что-то не глажу раскладываю по своим местам этот процесс не одномоментный назовем это так ну вот и как говорится ничего не предвещала я позвонила комушки говорю ты там сильно занята меня подстричь это уже не могу укладываться мне в комментариях как всегда пишут говорят ирина отращивайте волосы вам так хорошо дело в том что у меня очень тонкий волос и укладывать мне его очень тяжело если не укладывать если бы вы меня увидели просто со стрижкой без укладки вы бы ну наверное вы посмеялись ни одна я поле кувыркалась вот поэтому я буду стричься и вот сейчас уже у меня отрос волос так что уже мне укладывать тяжело еще руки болят после переезда никак они у меня не отойдут потому что я туда-сюда мешки эти таскаю ну и у меня вот в этих местах вообще почему-то руки болят ну в общем кумушка мне сказала чтобы я пол пятого приехала к ней но я думаю часам к шести я приеду как раз выложу видео и будет все нормально но потом она мне перезвонила и сказала нет пол пятого не получится приезжай пол шестого но уже я отказалась потому что это я к пол шестому туда поеду пока там течение час она подсрежет пока я приеду у меня уже не будет время выставлять видео а вы же ждете я же знаю вот ну и в общем я отказалась решили что я приду после праздников потому что сейчас люди к ней идут и не выкроет ну уж тут несколько дней я потерплю вот собрала посылку дочери пенсию получу обычно перед 8 марта дают пенсию насколько я знаю по крайней мере это было раньше сейчас не знаю как в этом году будет ну в общем если дадут перед пенсии перед 8 марта значит отправлю сразу же если и позже значит отправлю когда в общем получу пенсию вот и села вязать и раз звонок звонит моя соседка татьяна с бывшей квартиры как я уже сказала да и говорит ира ты дома я говорю да а можно к тебе в гости я очень рада потому что я ее приглашала уже давно и это такой человек который знаете никогда не осудит там если допустим у меня убрана не убрана в каком бы состоянии не была у меня квартира и так далее поэтому ну как как своя скажем да и мы уже за это время прям сроднились а сколько я там жила вы же знаете я же рассказывал да вот она приехала мы с ней поболтали она мне показала что она сейчас вяжет в общем посидели чайку попили в общем провела замечательно время вот когда я с ней общаюсь вот настолько приятный человек и приятное общение что действительно вот отдыхаешь душой да и как вы вот многие мне пишите о том что там со мной общаетесь да и как будто бы рядом сидите и даже разговариваете со мной но вот есть люди которым я очень рада и рада принять в любое время суток татьяна одна из них вот и она там муж ее привез потом позвонил забрал ее и и я же думаю надо же что-то снимать потому что не снимала она на камеру не любит показываться вот и думаю ну сейчас я сяду расскажу как у меня прошел день и немножко отвечу на ваши вопросы в комментариях да значит после того как я там пообщалась с кошечкой и люди до сих пор смотрят некоторые это видео и продолжает писать и даже писали уже в следующих комментариях по поводу того почему я не завожу животных и к к этому же вопросу я присовокуплю еще один вопрос по поводу того что я вчера показала цветы да и у некоторых возникли вопросы говорят что вот так и просится в кухню на окно цветочек какой-нибудь и здесь знаете товарищи да все это прекрасно все это хорошо и животные и цветы и я и то и другое люблю но завести сейчас не могу я уже рассказывала по какой причине аллергия у меня нет а может быть и есть я не знаю есть на кошек аллергия у меня или нет и на собачек вот но взять я не могу по той причине потому что я в этом городе 1 если куда-то надо уехать вы сами прекрасно знаете те кто имеет животных если у вас не на кого оставить всегда стоит дилемма на кого бы при поручить да и это такой ну щекотливый вопрос особенно если собачку ее же надо выгуливать и так далее ладно еще кошку можно там на несколько дней наложить корма поставить лоток и так далее но у нас был коттишка и если куда-то кому-то надо было уехать это была такая дилемма кого бы попросить кто бы присмотрел и животное привыкает скучает кричит наш кота вообще дурнинушкой вот а я очень часто раньше лежала в больнице и сейчас я вот например планирую сейчас станет потеплее пойти все таки еще раз отлежать больницы потому что получается я уже два года не лежала не делала даже контроль скажем так и слава богу что пока обходит стороной но мне даже заведующий отделением говорил о том что обязательно один раз для целях профилактики нужно проходить курс лечения и я уже говорила что я даже стою на учете и в общем мне нужно обязательно хотя бы раз год лежать снимут с учета мне по крайней мере этот учет ничего не дал говорили что будут там бесплатные мази и так далее так далее никаких льгот от того что я стою на учете я не увидела единственное что карточки карточка лежит там в том и отделе где стоят на учете не вот но я чувствую что нужно все-таки сходить потому что уже я в мае два года как не было и хорошо конечно что пока это мое заболевание ну не проявляется но береженого бог бережет это первое второе до недавнего времени вы знаете что я часто ездила к дочери да и тоже как если куда-то надо поехать кого я буду просить соседи чтобы они приходили там цветочки поливали или ухаживали за собаками вот у меня есть знакомая зоя да у нее две собачки она привязанная квартире потому что она тем более что собачки такие которые но без нее прям не могут у нее там гоня и мило мило так то вообще только за порог она она начинает завывать вот поэтому здесь такое двоякое скажем положение по поводу того что иметь или не иметь да мы в ответе за того кого приручили зачем лишний стресс делать лучше уж обойтись чем вот так вот издеваться над собой над животным тем более что я такой человек который очень сильно по этому поводу переживает и не хочу не хочу лучше уж не иметь чем потом вот это как бы как говорится наживать себе дополнительных проблем я конечно не говорю что я там застрахована от этого на все сто лет да может быть у меня как-то что-то где-то стрельнет мне даже дочь предлагала комнатную собачку и карманную собачку купите но нет нет не хочу я до одиноко может быть иной раз ну честно мне не одиноко я вот с утра до вечера чем-то постоянно занята на самом деле вот сейчас у меня даже нету скажем так минутки отдыха такого чтобы я села полноценно отдохнула не потому что я там не могу себе этого позволить а потому что вот я такой человек да если у меня допустим я знаю что у меня там где-то что-то не сделано да а я сяду буду сидеть я так не могу мне обязательно надо что-то где-то делать тем более вот сейчас если честно руки чешутся мне постоянно хочется натирать мою белую кухню хотя она у меня и так не грязная она у меня абсолютно чистая но я ее постоянно протираю подоконники ваннами полы набиваю это раковину все время каждый день я протираю полы ну вот не знаю может это у меня уже ну как бы войдет привычку скажем так да ну я и раньше через день по этому себя мыло и пыль протирала вот но сейчас как то и увидите может быть разгуляться где есть или как это высказать но пока в общем вот так а дальше будет видно ну и пока здоровье мне конечно немножко позволяет более-менее у меня давление там не тоже вчера написала женщина 1 комментариях срочно идите к терапевту вам не подходят таблетки таблетки мне подходят просто я получила такой стресс конечно ну-ка такой и адреналин и все остальное поэтому конечно скакануло давление возраста уже у меня какой если у меня волосы на голове шевелились а такой ужас испытать вы что вот поэтому по этой причине я не завожу ни растения не собачек мне говорили еще можно как бы купить искусственный но зачем я пылесборник опять буду собирать не хочу не хочу тому допустим мне танюша прислала игрушки до вязаные их можно постирать не проблема там тепловую обработку сделать и это тоже можно протирать там там листочки но зачем я лишнюю работу себе буду создавать вот там это же два-три дня и надо их протирать два-три дня и тем более что вот у меня сейчас еще до сих пор видимо не сядет это пыль или может быть из-за того что я туда-сюда хожу с балкона в квартиру и так далее смотрю вот чуть каждый день при протираю она есть вот представляете ну не знаю может быть скоро я от нее избавлюсь каждый раз уже несколько раз мне вот смотрят и задают вопросы по поводу плинтусов почему у меня до сих пор нет плинтусов но уже я не знаю как можно рассказывать но все по той же причине как будет возможность и плинтусы будут потолочных плинтусов навряд ли они будут не будут потолочных плинтусов не устраивает и так я не знаю ну кому не нравится тут как бы может же для себя дело ну как бы каждый делать для себя мне все устраивает на сегодняшний день я не знаю что завтра не там приспичит вчера звонила мне моего родного брата жена мы с ней наверное около часа разговаривали она сейчас дома и и она работает детском саду воспитателем ни с того ни сего поднялась температура и она пошла в больницу ей дали больничный и она говорит никому мы сейчас не нужны пошла в больницу никто не назначил не сдать анализы ничего просто на больничный отправили говорит понаблюдаем потому что причины не знаем на коронавирус не похоже что другое нечем смотреть она говорит на поджелудочную как бы подозревает ну температура поджелудочная температура но говорят что и температура тоже бывает когда поджелудочная воспаляться в общем не знаю но факт то что она говорит наверное я схожу платно сдам анализы вот так нас лечат сейчас да и конечно же это очень страшно и боишься заболеть не дай бог поэтому в больницу я пока не пойду меня ну как бы вот сегодня нормальное давление без проблем и вчера еще вот я же говорю вчера просто наверное я резко сбила его или еще что-то к вечеру уже все было нормально ну вот такие качели но еще может быть из-за погоды вот вчера было солнце сегодня вот пасмурно но теперь вот пока вот это не установится эта погода так и будет вот ну в общем я думаю что я на вопрос на этот ответила но все равно будут писать и будут писать еще не один раз потому что я смотрю люди наверное смотрят наскоками потому что иной раз задают такие вопросы по поводу того почему вы поменяли эту квартиру вчера спросили у вас то хоть лифт есть я не знаю же или специально люди задают такие вопросы или они просто зашли и не как сказать не в теме назову я это тогда все может быть все может быть ну в общем сейчас выставлю это видео и буду вязать да и еще очень много как бы я же вчера выставила скатерть да и мне написали что ну да вот если я там собираюсь вязать скатерть полосками то может будет красиво да будет красиво товарищи в любом случае я вижу для себя и как я уже говорила еще расскажу не понравится это скатерть я смогу связать другую до руки есть и затем пока есть из чего еще одна подписчица мне сейчас вот пришло на ум написала я посмотрела ваш плейлист жизнь прожить не поле перейти вы не говорили что там вязали раньше вот я вижу с детства нам так быстро вязать не могу как вы и откуда у вас опыт если вы раньше не вязали но если я правильно передала комментарии вы извините может быть я неправильно мыс поняла может я неправильно прочитала дело в том что я вязала тоже я уже неоднократно рассказывала на своем канале что вот в наше время были у нас труды назывался урок в школе до нас там учили шить нас учили вязать и крючком и спицами и макромы мы вязали и выпиливали лобзиком и выжигали насколько я вот помню и даже выпиливали пилкаю вот как бы там стулья какие-то делали вот ну разное было и готовить нас учили и все остальное вот из тех времен как бы ну азы я знала потом когда я вышла замуж и ушла в декрет я вязала детям нет даже было такое видео я показывала фотографии где у меня все вот юля была как мушонок вся обвязана вся пуховая шапка пуховая пинеточки пуховые штанишки пуховые ну ниточка с пухом да я даже держала пуховых козлов коз 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 козлов козел и козы две козы было чесала их сама при лая вот смотрю юля вязание я купила себе прял куда я при ла на вертину сама чесала сама при ла много чего я в своей жизни могу делать вот и собака у нас была поле консул голден кроули звали у нее и такая шерсть была прекрасная такая прям до пола висела я его чесала он это дело любил аж как говорится чуть ли не не мурчал да как кошка потому что у него замечательная была шерсть и я постоянно его расчесывала и у меня столько было этой собачьей шерсти я тоже при ла и тоже вязала из этой собачьей шерсти этот вязала я носки варежки вязала пояс мужу вязала еще тогда мы с ним жили вот и потом наступили тяжелые времена там проблемы начались жизненные да и там кушать нечего было не то что там вязать а я еще упустила тот момент когда еще до замужества даже на заказ вязала и я рассказывала что у меня вот такие какие-то периоды были жизненные заскоки да на это вязание девочка в общежитии мы жили и она тоже вязала на заказ и я у нее поинтересовалась а где она берет пряжу и так далее и вот с того момента как бы я плечевые изделия она мне кстати научила вязать вот этим соты узор сотые восьмерки тогда вот эти косые всякие разные вот я вязала раньше в моде были такие типа жакетов кофты мы их называли кофты такие толстые теплые на пуговицах впереди застигались воротничок либо стоечка либо просто резинка а я их столько перевязала я их очень много перевязала и мне прямо ну заказывали вот с ковровой фабрики у нас семлянский было в ковровая фабрика оттуда выносили ниточки продавали я там покупала ну и потом вот это вышла замуж тоже там я уже рассказала но и потом у меня прям долгий промежуток был и я уже тоже рассказывал своих видео что когда встал вопрос о том где бы чтобы заработать да я в голове у себя порыла что я могу и за сколько смогу продать как говорится результат на сегодняшний день их на сегодняшний день очевиден да и как бы не прогадала я что вот решилась открыть свой канал и показывать людям то что я умею конечно не все сразу получалось потому что всегда когда в реале ты сидишь и рассказываешь это гораздо проще сделать порой проще исправить и все чем это все говорите делать на камеру у нас очень много учителей и опять мне там пишут комментарии сегодня два человека опять забанила то много говорю то закрывают у ногти не нравится то еще что-то ну я сейчас вообще никак не реагирую на эти комментарии и просто удаляю и этих людей баню если что-то вас не устраивает вы идите просто-напросто ищите другой мастер-класс сейчас их столько много этих мастер-классов когда я начинала вести свой канал их очень мало было а сейчас навалом и по те по темам по разным какие только хотите так что выбор есть и можно найти своего учителя и не нужно никого обижать я так считаю да вот так что мои дорогие друзья вот так вот мой сегодняшний день прошел я сейчас хочу выставить видео и все-таки повязать потому что как бы сегодня я не вязала еще чего так вот бывает нет что даже или дочка не провяжешь ну ничего страшного у нас все еще впереди да в общем дорогие друзья я желаю всем здоровья хорошего настроения весеннего уже вот у меня как бы предчувствие праздника и вчера уже поздравляли меня в комментариях ну а я с вами прощаюсь совсем ненадолго до новых встреч до новых видео с вами была ирина